Он знал, что мы несовершенны, когда послал нас нести людям весть о Боге. Петр об этом напишет. Петр напишет, возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Значит, ожидается, что при несовершенстве мы будем говорить о совершенстве. Итак, как нам проповедовать о Нем? Вы уже успели, надеюсь, по диагонали пройти все это. Зерен внутри. Бог один. Но Он и триедин. Это и есть откровение о Боге. Мы учим о Троице не потому, что мы это вычислили логически, глядя на звезды. Не фантазируйте. Мы узнали, что Бог триедин, когда Он решил Себя открыть. Откуда мы знаем, что Бог один? Честный вопрос? Честный ответ? Прямой. Мы знаем, что Бог один, потому что Он Себя открыл. Правильно. Тот же, кто открыл, что Он один, в определенное время захотел открыть, что Он триедин. Все, что нужно сделать нашим друзьям-юдеям, и все, что нужно сделать нашим друзьям-мусульманам, это сделать то же самое, что они сделали в начале. Как бы приняли первое откровение, примите что? И второе. Ислам переводится как покорность воли Аллаха. Поэтому я, христианин, прошу мусульман остаться покорными воли Аллаха. Что значит быть покорным? Примите откровение о триединном Боге. Та же Библия, которая говорит, что Бог один готовит мир к принятию триединства. На тему триединства стоило бы нам отдельно поговорить. Но здесь и сегодня я хочу лишь подчеркнуть. Внутри триединства есть любовь, внутри триединства есть общение. Поэтому даже сказать, что Он сотворил нас для общения и любви, тоже как будто недостаточный ответ, потому что Бог самодостаточен. И внутри триединства это есть. Три ипостаси пребывают в непрерывном общении, любви и созерцании. Архимендрит Исаия. Эту фразу я уже произносил. Мы не можем указать истинные причины. То есть мы подошли к краю наших возможностей. Останавливается ли здесь христианское богословие? Нет. Оно просто констатирует наши пределы. Вы знаете русское слово «определение». В русский язык еще попала «дефиниция», «дефинишн». Вы разбирали когда-то отдельно это слово? Что такое «определение»? Это поставить пределы. Это значит емко и кратко сказать о чем-либо, чтобы это было достаточно. Определение – это словами поставить пределы. Дайте определению Бога. Он же выходит за любые пределы. Он не поместится ни в какую коробочку. Бог велик. И когда я беседую с моими друзьями-мусульманами, знаменитая фраза «Аллах Акбар» на самом деле является ветхозаветней истиной. «О величии Бога», пишет книга «Псалтирь», «О величии Бога говорят христиане». Поэтому, когда мусульмане говорят «Аллах Акбар», я говорю, не кричите, мы это знали до вас, без вас, и вы это взяли у нас. Так понятно? Ну, знаете, когда, если громче крикнуть, как будто ты придумал. Вы у нас это взяли. Это не значит, что в юдаизме и христианстве не прославлялся Бог. Бог велик. Друзья, мы с вами продолжаем. Архимандрит Исаия. «Ничто не предшествовало Богу, и ничто не понуждало Его сотворить мир. Однако, наблюдая всюду в творении следы божественной благости, доброты, ведь написано «благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его», мы говорим, что Его благость или любовь явилась причиной сотворения мира. И католическое, и православное богословие, и я, будучи протестантом, соглашаюсь с этим. Причиной сотворения мира, причиной сотворения человека, и я благодарю, брат, где вы к человеку еще добавили мир вообще, естественно, все это идет вместе. Отличная мысль. Причиной была Божья любовь не в том смысле, что внутри триединства ее не хватало, а в том смысле, что любовь, она переливается через край. Помните, масло в катке не истощится, любовь, она не заканчивается, она не имеет границ, потому вера и надежда останутся здесь, а любовь перейдет и в вечность. Мы сотворены по любви не в том смысле, что Ему не доставало ее, а в том смысле, что Он захотел и нас приобщить к этой любви. Любви свойственно думать о других. Любви свойственно делиться. Приход Христа в мир, несмотря на знание того, что мы Его распнем, продиктован любовью, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна 3, 16 и 17. Беседа с Никодимом о рождении свыше перетекает в причину сотворения мира. Сотворил мир из любви, потому что хотел нас к этому приобщить. Любовь требует жертв. Он пошел на эту жертву. Не чтобы ему, а чтобы нам. Меня атеисты часто спрашивают, вас не смущает вот эта идея становиться на колени перед Богом, называть Его Господи, какое-то раболепство перед Творцом, такое ощущение, что у вас Бог прямо таки деспот какой-то. Я говорю, откуда вы это взяли? Деспот – это коммунистическая партия. А если говорить о Боге, Он сошел с небес, помыл нам ноги, а потом отдал свою жизнь, пройдя через унижение, чтобы меня возвеличить. Он спустился с небес на землю, чтобы нас поднять на небеса. А где же деспотизм, дамы и господа? Это удивительнейший пример любви и жертвы, где Великая ради простого умоляет себя. Мне несложно склонить колени перед тем, кто унизил себя ради жизни моей. У меня такой диалог с атеизмом. Не надо бояться этих дискуссий. Выходите навстречу. В церкви есть что сказать. А Христа, а Его стыдиться не нужно. Потому Павел, став христианином, еврей, понявший, что сделал Бог, говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Оно и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Здесь мы все. Все мы. Я хочу предложить вашему вниманию, дорогие братья и сестры, несколько важных цитат. Григорий Богослов. Есть несколько интересных братьев. Григорий Богослов, Григорий Назианзин, Василий Великий, Григорий Низкий. Когда ты читаешь об этих именах, Назианзин, Низкий, Богослов, Великий, дайте попроще, христиане, каппадокийцы. Каппадокия – это юг современной Турции. На тот момент Малая Ася, провинция Римской империи. Перед вами христиане. Четвертый век. Рубеж третьего, четвертого, пятый. Очень интересные мысли рождаются до Никеи и после Никеи. Григорий Богослов. Размышления. «Поскольку для благости недовольно было заниматься только созерцанием себя самой, а надлежало, чтобы благо, Божье благо, разливаясь, тькло дали, умножая, сколько можно, большее число облагодетельственных, так как это свойственно высочайшей благости, то Бог измышляет, во-первых, ангельские и небесные силы, а затем другой мир, вещественный и видимый. Причина сотворения мира – это не только люди, это даже не только мир земной, вещественный, это и мир духовный, ангелы. Бог творит мир, потому что благости свойственно делиться доброй с другим. Блажение давать, нежели принимать. Сам сказал. Оказывается, это его природа, а не просто цитата из Библии. Оказывается, он такой. Сегодня мы говорим о Боге, который иначе не может, потому что любовь иначе не может. А Бог есть любовь. И кто пребывает в любви, пребывает в Боге. Значит, жертвенность, привязанная к любви, есть качество всемогущего Бога, который Он передал своему творению. Потому молодые девушки должны знать, что в Ефесянам, в пятой главе, призыв мужа любить жену проистекает из примера Христа. Как Христос любит церковь, так мужья долюбят своих жен. Какой любовью? Жертвенной. Где это видно? Он отдал себя за нее. Не просто покормить и одеть, даже не просто защитить, а свою жизнь оценить ниже, чем ее жизнь, своей невесты. Дорогие братья и сестры, те, кто помоложе, юные леди, я хочу вам сказать сегодня одну важную вещь. Это брак не вслепую. Брак вслепую – это когда ты никогда не видела жениха. Ну, мы же не видели фотографию Иисуса Христа. А что мы знаем о нем? Помните, Ревекка выходила замуж. Она тоже о женихе ничего не знала. В смысле, фотографию не видела. Вот фотографию не видела. Но не значит, что ничего не знала. Ему сорок лет. В порочных связях замечен не был. Ни с кем не гулял. Ждет ту единственную, которая могла бы утешить его в страдании по уходу его матери. Помните? Она знала что-то о нем. Плюс она знала, что он серьезен. Плюс она знала, что он экономически ведет дела правильно. Поэтому, и вот здесь мусульмане да услышат меня, во времена Авраама считались с волей девушки. Как часто сегодня в Азии, на Кавказе, девушек отдают, не спрашивая их о том, хочется им или нет. Библейский текст говорит, что позвали, призовем девицу и спросим. Девица, разглядывая золотые подарки, сказала, пойду. Интересная деталь в тексте. А ввиду того, что это еврейский текст, то на всех подарках висел ценник. Ну, знаете, не отрывайте. Там написано, и дал он ей подарок столько-то шекелей, и подарил он ей запястье столько-то шекелей. Это по-еврейски. Это по-еврейски. Еврейский юмор, еврейская мудрость, она всегда особенная. Чего стоит знаменитая история, где человек купил новый дом и показывал своим соседям. Вот это спальня, вот это двор, вот это бэк-ярд, а вот это столовая. Здесь могут поместиться, не дай Бог, сто человек. Почему, не дай Бог? Ну, может поместиться, но лучше, чтобы они не приходили. Как бы, ну, вот он, еврейская мудрость, поданная так деликатно. Знаете, как, чтобы не разбрасывать просто так, понапрасну материальные средства. В еврейском тексте говорится и о денежке, и о цене, но при этом подчеркивается, воля девицы имела значение. Правда красиво? Как высоко Писание оценивает женщин. Эти нюансы очень важны. Библия выигрывает здесь. У любых других религиозных книг, где статус мужчины и женщины провозглашается хотя бы еще и через то, мы созданы по образу и подобию Бога. Равно еще, сколько заплатили за спасение мужчины? Кровь Иисуса Христа. А за спасение женщины? Кровь Иисуса Христа. Значит, нас отсоединили одинаково. Мы по функциям можем отличаться, но по цене в глазах Бога одинаково. И я благодарен Богу за вот эти истины, которые помогают нам уважительно относиться друг к другу. Но, чтобы не переходить на теологию семьи и брака, я передаю этим, преподаю эти предметы, я вернусь к нашей дискуссии. Почему же я заговорил о семье и браке? Да потому что Христос среди многообразия выбора предстал в виде жениха. Да, Он и глава, а мы тело. Да, Он и инженер, и конструктор, а мы Его создание. Да, мы Божья Нива. И Он, простите, главный сеятель. Ну вот пример жениха и невесты, он очень важен. Он близок. Он особо близок к сердцу, потому что в этих отношениях есть любовь. И чтобы мы лучше поняли, как Он относится к нам, Он не просто предстал в виде Господа, а мы рабы. Отец, а мы дети. Он предстал в виде жениха, который любит нас. И эта благость является причиной сотворения мира. Давайте посмотрим дальше. Иоанн Дамаскин. Итак, друзья, Иоанн Дамаскин. «Так как благий и преблагий Бог не удовольствовался созерцанием себя самого, но по преизбытку благости своей и благоволил, чтобы произошло нечто, пользующееся Его благодеяниями и причастная Его благость, то Он приводит из несущего в бытие и созидает все как видимое, так и невидимое. Он творит мыслью, и эта мысль, проводимая в исполнении Словом и совершаемая Духом, становится делом». Святая Троица участвует в появлении мира и человека. Архимандрит Исайя сделал сноску на Григория Богослова, на Иоанна Дамаскина. И продолжаем. «Итак, святые отцы говорят, что божественная благость, или точнее, избыток благости, причина создания мира. Нельзя считать, что цель сотворения мира состояла в том, чтобы Бог был прославляем своим творением. Бог имел славу прежде бытия мира». Сегодня, когда я слышу, протестанты общаются между собой, особенно кальвинистический и не кальвинистический лагерь. Что я знаю о кальвинизме? Верю ли я в предопределение? Я верю в предопределение всем сердцем. Это хорошая библейская доктрина. И Бог предопределил меня не соглашаться с кальвинистами. Переварите, что я сказал, а я пойду дальше. Хорошо? Итак, в наших дискуссиях очень часто говорят, Бог нас сотворил для своей славы. Бог сотворил. И снова, как и с любовью, и снова, как и с общением, тот же изъян есть и в концепте славы. Другими словами, мы не добавляем что-то к Его славе, потому что добавить невозможно. Нельзя добавить к совершенству. Столько лет боролись, шумели, и все это исчезло. А потом забудут и про Него, а потом и из Мавзолея, возможно, вынесут, и эти дискуссии идут давно. И я подумал, а вот она, библейский текст, слава человеческая, как трава. Сегодня есть, завтра нет. Сколько шуму было, революции, царскую семью расстреляли, деток убили. А теперь даже не помнят, как его зовут, потомки тех, кто делал это смыслом своей жизни. Поэтому в беседах с атеистами я говорю так, я жил в советское время, от вашего героя мало что осталось. А своему Христу я воздаю славу, потому что Он полюбил меня, вел меня в общение с собой, и Он меня ведет в славу свою. Как я могу не прославить Его в ответ? Моя любовь никогда не опередит и любой любовь. Наша любовь – это всегда ответная любовь на Его предложение любви. Слава нашему Господу! Друзья, мы читаем в Евангелии от Иоанна. «Я прославил тебя на земле», говорит Иисус, 17 глава Евангелия от Иоанна. «Я прославил тебя на земле. Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить и ныне. Прославь меня, ты, отче у тебя, самого славою, которую я имел прежде бытия мира». Дорогие братья и сестры, христиане, вопрос. Христос совершает подвиг на земле, а за любой подвиг должно быть и вознаграждение достойное. Почему же Христос не просит большего? «Прославь меня у тебя самого той славою, которую я имел прежде бытия мира». Значит, мира и не было еще, а значит, и людей не было, а Бог уже пребывал в чем? В славе. Так почему же Христос не просит больше? Ведь впереди подвиг, Он уже его совершает, ему унижение, оскорбление, а он терпит подвиг. Почему же не просит больше? Ответ прост. Больше некуда. Самодостаточность. Я не могу сказать, что я обладаю этим качеством. Сегодня вечером мы говорим о Боге. Сегодня вечером мы говорим о человеке. Я не могу сказать, что я самодостаточен. Мне нужно его водительство. Мне нужна его мудрость. Мне нужна его забота. Мне нужна его защита. Поэтому мы и просим об этом. Мы зависимые от Бога существа. И это важно не забывать. Как только нас начнет уносить в сторону приписывания чего-то себе, Мы станем на скользкий путь, путь гордыни, путь смирения наше спасение. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И христиане всего мира, слава Богу, в этом соглашаются. Мы можем спорить по вопросу икон и свечей, мы можем спорить по вопросу молитвы за усопших, но мы не спорим здесь. Бог достоин славы. Мы не спорим здесь. Мы слабы и немощны, и без Него жить не можем. Им, им живем, им движемся, им существуем. Проповедь Павла в Ариапаге не потеряла своей актуальности. И если язычники это усвоят, а христиане это забудут, горе нам. Потому что мы знаем об этом больше, чем кто бы то другой. Зарабатывая денежку, поблагодарите Господа. Да, но это же мои руки. А руки кто тебе дал? И мы прекрасно понимаем, что себе не припишем. Ни цвет глаз, ни рост, ни определенные способности. Да, да, да. Усердие это уже и сам человек. Бог не стесняется этого. Он нас для этого сотворил, чтобы мы развивались. В этом сотрудничестве с Богом и раскрывается наша личность. Потому и награды будут разные. Нельзя давать разные награды тем, кого, простите, Господь такими сотворил. Поэтому ангелы, по мнению христианских богословов, ангелы сотворены сразу определенным числом и достоинством. То есть архангел – это недослужившийся ангел, как в армии. Они сотворены определенным числом и достоинством. И Бог знает их число. Потому что то, что нельзя сосчитать, выходит за рамки знания. А Бог всезнающий. Значит, Он знает число ангелов. И когда Он говорит, будут у тебя дети, как персок морской, Авраам их не посчитает, Бог посчитает. Бог все видит и все держит под контролем. Поэтому, подарив нам жизнь, Он подарил нам жизнь не как ангелам. Человек отличается от ангелов. Сестра, когда женщина говорит, мой муж не ангел, что она имеет в виду? Интересная игра слов в русском языке, правда? С одной стороны, ну да, не ангел. А с другой стороны, что она имела в виду? Что он не дотягивает по своим совершенным качествам и так далее. Да, есть какие-то недостатки. Вот красота русского языка. Не надо думать об ангелах, что это такие же люди, только с крыльями. Это совсем другой класс тварных существ. Господь отдал Своего Сына не за ангелов, а за людей. Ну, насчет крыльев. В некоторых семьях мужчины так летают, что крылья бы не помешали. Ну, в смысле, на ту работу, на ту работу и на ту работу. Ну, хочется иногда себе напомнить, друзья, мы просто люди. Все, не успеешь. Правда? Очень важная деталь. Господь подарил человеку жизнь и призвал человека нести качества Божьи и реализовывать их. А за что же награды? За разную реализацию. В отличие от ангелов, которые не могут соревноваться друг с другом, у людей есть концепция награды. Что это значит? Мы получили все базовый пакет, а развитие пакета уже зависит и от человека. Длина жизни зависит от Бога, качество зависит и от человека. Поэтому более ревностно или лениво, посвященно или так, в полсилы, все это открыто перед Богом. Вот именно поэтому тема награды как вечной жизни, дар вечной жизни, одинаково для всех. Вечной жизни не может быть больше или меньше. А вот качество в будущем, того, как мы будем вознаграждены, как будем отличаться друг к другу, эта тема в Библии есть. И она вызывает, так или иначе, интерес у Божьих детей. Даст Бог? На эту тему мы когда-то поговорим. Награды в жизни человека. Сейчас и потом. Мы вернемся к молитве Иисуса Христа. Он не просит больше, потому что больше некуда. Митрополит Московский Филарет или в миру Дроздов. Бог имел высочайшую славу от века. Он сияет существенно неприходящей и неизменной славой. Бог Отец по Писанию есть Отец славы. Сын Божий есть сияние славы Отца. И сам имеет у Отца славу, прежде бытия мира. Равным образом, Дух Божий есть Дух славы. Ефесянам 1, 17. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за всех вас, благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости». Поэтому, когда мы говорим об Отце, давайте вспоминать и вот это красивое слово. Слава. Отец славы. Евреям 1, 13. 1, 3, простите. «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, держа все словом силой своей». Бог Отец славы. Иисус отражает эту славу здесь, на земле. 1 Петра, 4 глава. «Если злословят вас, пишет Петр, если злословят вас за имя Христова, 1 Петра 4, 14, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Я прославляю Бога тогда, когда страдаю за Бога, который является славным Богом. Отец, Сын и Дух Святой объединены этой славой». Теперь маленькая академическая страничка, друзья. Маленькая академическая страничка. Итак, как мы понимаем термин «самодостаточность»? Если нас об этом спросит. Что имел в виду Павел в Ариапаге, когда сказал, Бог ни в чем не нуждается? Дети Божьи должны уметь это объяснять. Себе и другим. Если о себе не могу, как я объясню другому? Self-sufficient. Self-existence он никому не обязан своим происхождением, а sufficient он ни в чем не нуждается. Это действительно интересно. Когда мы молимся Богу и просим чего-то о помощи, мы должны знать. Мы молим того, у которого есть все. Это удивительная вещь. У нас такой Бог. Немножко академии. Мы говорим с вами об определениях. Что же такое самодостаточность? Давайте постараемся дать этому определение. Самодостаточность. Если говорим о Боге, самодостаточность, если говорить о человеке. Сейчас я хотел бы спросить вас, друзья. Может ли человек сказать, что он полностью самодостаточен? Что такое self-employer? Работаю сам на себя. Но все равно он не самодостаточен. Правда? Ему нужны как минимум инструменты из home-dip. Откуда я об этом знаю? Так навеяло. Самодостаточность как положительное качество. Это способность человека решать многие жизненные задачи собственными силами. Данное качество подразумевает полное отсутствие страха остаться одному, умение обеспечить себя необходимым без помощи извне. Самодостаточность противопоставляется какому-то человеку, который ни за что не берется, всего боится и, простите, зависит от всех и сам не делает ничего. Ну, простите, завяжите мне шнурки. Хорошо, когда ты ребенок. А если ты взрослый? То есть, другими словами, если ты можешь, если только ты не пострадал, если не попал в какую-то ситуацию, которая лишила тебя этих возможностей, если ты можешь, то не утруждай других. Самодостаточность как хорошее качество – это просто возможность, простите, самому побриться, если ты мог бы это сделать. Самодостаточность. Самодостаточность как отрицательное, духовно-нравственное качество личности проявляется как уверенность человека в полноте своих возможностей и способности самому автономно обеспечить решение проблемы без Бога. То есть, нашу зависимость от Бога, мы должны подчеркивать, в этом нет слабости, в этом сила каждого из нас. Понимание своей зависимости от Бога в этом сила, потому что это основа моей благодарности Богу. Основа гордыни – это вот это громкое «я сам», не когда ребенок говорит маме «не надо», «я сам», а когда мы говорим Богу «ты нам не нужен». Бог сотворил нас, чтобы дать нам, не для того, чтобы мы, взяв, забыли о нем. Это как покушать и не сказать спасибо. Это чувство надо в себе культивировать. Ребенок, который не благодарит маму и папу, взрослый, который не благодарят друг друга и вместе не благодарим Бога. Оно может стать плохим качеством. Я не перехожу на все детали, друзья. Самодостаточность, как отрицательное духовно-нравственное качество. Самодостаточный человек считает себя вполне готовым к решению любых возникших вопросов. Он не считается с мнением других, он упрям и настырен. С такими людьми очень трудно работать. Самодостаточный не нуждается в советах. Самодостаточный знает, как все делать без подсказок. Очень трудно в братском совете или церковном совете иметь человека самодостаточного. Почему? Он не нуждается в совете. Он приходит на совет только, чтобы все услышали его мнение. Ему нужна аудитория. Самодостаточный всегда ищет свободные уши, чтобы познакомить всех со своим мнением. При этом он вообще не прислушивается к тому, что говорят другие. Вот это я сам для ребенка понят. Он же ребенок. Когда взрослый Богу говорит, я сам, это опасно. Что такое самодостаточность Бога? Итак, друзья. Самодостаточность человека – это отрицательное качество. Идентично самоуверенность. Самоуверенность – это плохо. А вот уверенность – это хорошо. Уверенный потянет за собой семью, поведет в горы. Уверенный – это определенный визионер, потому что корень слова «уверенность» – вера. Но вера в Боге, а не от Бога и вне Бога. Надеяться на собственные силы хорошо, не забывая, кто эти силы дает. Когда мы говорим о самодостаточной псти Бога, лучшее определение – это все-таки Деяние 17. Деяние 17. Он ни в чем не нуждается, но по доброте готов помогать другим. Удивительно красиво. Он не сотворил нас богами, он сотворил нас существами, нуждающимся в Боге. И так будет вечно. А значит, нас это удержит от погибели. Я благодарен Богу за это. Мы возвращаемся к теологии. Митрополит Дроздов, Филарет. «Всей собственной внутренней славе живет Божественный Бог, превыше всякой славы, так что не требует в ней никаких свидетелей. Но так как Бог по бесконечной благости и любви своей, Он желает иметь благодатных причастников славы своей, то проявляет свои бесконечные совершенства, и они открываются в Его творение». Мы приглашены войти в славу Божью. Это удивительная вещь. Бог славы. Лишил себя славы. А что такое славы? Он не лишил как качество, а положение сидящего на троне перевел в положение распятого на Голгофе. Так понятно? Бог не может не быть Богом, даже на пять минут. Поэтому Христос отказывается не от своих атрибутов, а от положения. Он смирил себя даже до смерти, и смерти крестные. Поэтому Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени. Зачем? Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Иисус есть Господь во славу Бога Отца. Мы прославим Отца тогда, когда назовем Иисуса Господом. Что мне не мешает поклониться Ему? Ведь там написано, преклонится каждое колено небесных, земных и преисподних. Одни преклонятся вынужденно. Бесы прибежали, ну, одержимые люди, Евангелие прибежали и поклонились. Не от большой радости и любви. Они просто иначе не могут, признавая величие Бога. Что отличает верующих? Мы делаем это добровольно. Это и отличает наше отношение с Богом. Мы выражаем Ему благодарность, а не поклоняемся потому, что иначе не можем. Не вынужденно, а добровольно. Небеса проповедуют славу Божью. О чем идет речь? О природе. Природа не имеет того разума, который есть у человека. Мы выше природы. Мы хозяева природы. Можем повернуть реки вспять, построить дамбы, получать электричество. Только одно хочу сказать. Природа Бога прославляет, а тот, кто должен управлять природой. Нет. Самое непослушное на земле создание – человек. Это удивительно. И пугает одновременно. Салом 18. И небеса провозгласят правду Его, ибо Судья есть Бог. Он есть Бог славы, Он есть Судья всей земли. Псалом 96. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Если неодушевленные и неразумные творения постоянно, хотя и бессознательно, служат орудиями откровения беспредельного величия и благости Божьей, неумолкаемо провозглашая божественную славу, то разумные существа призваны словословить Бога свободно и сознательно, и тем самым восходить к единению с Ним. Моё прославление не запрограммировано, как это делает природа. Птички поют. Моё прославление свободно и разумно. Я знаю, кому поклоняюсь, почему поклоняюсь, и я хочу это сделать. Это отличает спасённого человека от людей вообще, и уж точно от бесов, которые поклоняются вынужденно. Вопрос, поклоняетесь ли вы Богу. Вопрос, делаете ли вы это добровольно. Вопрос, есть ли у вас в сердце препятствия к этому. Вопрос, почему мы, вы, я это делаем. Это всё вопросы крестьянской церкви. Итак, этот стих просто просился. Как я сказал, он является предметом дискуссии. Не бойся, я боясь с тобою. От востока приведу племя твоё, от запада соберу тебя, скажу северу. Отдай и югу. Не удерживай. В виде сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил, для славы моей образовал и устроил. В современных протестантских дискуссиях на этом тексте делается ударение. И я не отрицаю важности этого текста. Беда в том, что помня, что он нас сотворил для его славы, будто упускаются другие стихи, которые как раз забывают о самодостаточности. Для своей славы не чтобы ему, для своей славы чтобы мне. А я из благодарности поклоняюсь ему. Посмотрите, пожалуйста, на этот стих. Кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и... Что вы читаете? Прославил. Значит, он сначала прославил меня, а потом я воздал славу ему. Так понятно, друзья? Очень важно не менять вещи местами. Его замысел был прославить своё творение. Отсюда и мне несложно воздать ему славу. 1 Коринфянам 2.6.8 Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков. Что вы читаете дальше? Ни у кого нет желания возгордеться сейчас? Ни у кого нет желания сказать, смотрите, к славе нашей. Друзья, это Божья любовь. Это Божье милосердие. Он не боялся дать нам такую Библию. Потому что мудрый в этом найдёт не повод гордыни, а повод к прославлению. Правда? Удивительный Бог. Он не боится конкуренции. Ирод боялся конкуренции, потому убил всех детей, которые родились во времена Иисуса. Бог другой. Бог не боится делиться всем добром, которое у него есть. То есть, когда даришь подарок ребёнку, с одной стороны, ты знаешь, что он будет радоваться. С одной стороны. С другой, сам момент, когда он принимает подарок, умиляет. Правда? Вот это улыбка. Бог подарил нам этот мир. Когда мы выбрали грех, он спустился в этот мир, чтобы устранить проблему смерти. Чтобы подарить нам новый мир. Все творю всё новое. Новое небо, новую землю, нового человека. И дам ему имя моё новое. И всё это нам, чтобы мы, а не ему. Самодостаточному не надо. Но при избыток благости и любви хотел, чтобы и мы купались в этой доброте Бога. Красиво? Красиво. Это основа поклонения. Worship, worship, worship. В английском контексте мы часто это произносим. Worship songs, там какие-то песни. Основа worshipа. Это благодарность Богу за то, что я не просто пою. Давайте споём. Зевнули и спели. Не, не, нет. Я пою потому, что Он меня спас. Не сложно понять, почему я прославляю Его. Потому что мне есть за что Творца благодарить. Есть такое пение у нас? Мне есть за что Творца благодарить. Второе фасмонкийцам 2, 6, 8. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас. Возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Которому и призвал вас благослованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Земная жизнь – это путь к славе. Ещё один важный момент для всех нас. Я забежал вперёд, прославил. Первое коринфянам. Я остановлюсь здесь. Посмотрите, пожалуйста, кого мы распяли. Он пришёл. чтобы прославить нас. А мы Господа славу проспяли. Драма Библии в нюансах. Это как, знаете, кричали «дай нам хлеба, дай нам хлеба, дай нам хлеба». Пришёл булочник, мы убиваем булочник, принявшего нам хлеб. Это то, что сделал человек. Сегодня мы говорим о Боге, о человеке, о таком качестве, как самодостаточность, о таком качестве, как Божья слава. Мы говорим о таком качестве человека, как несамодостаточность. Но при этом говорим о человеке, который создан для славы Божьей, чтобы прославлять в ответ на прославление человеческой природы. Итак, друзья, этот текст 1 Коринфяна. Евреям вы уже прочитали. Цель Бога – привести многих сынов в славу. Обесславлен был Он, чтобы прославить нас. И я прочитал вот этот текст из послания к Фессалунике. И вот сейчас сделаем круг. Раз Он так поступил с нами, как мы с вами не можем Его не прославить, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины благословования вашего спасения, и уверовав в Него, и в Фессианам 1, 12-14, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Аллилуйя. 2 Коринфянам 4, 4-6. Я уберу пока. Пожалуйста, не смотрите на экран, сейчас беседа. Я хочу, чтобы мы что-то восстановили из прошлого. Итак, приготовьтесь. Я буду говорить о книге Исход. Моисей о чем-то попросил Бога. Моисей хотел видеть Бога. Хорошее желание. Хорошее желание. Не будем судить Моисея. Молодец. Что делает Бог? Лица моего тебе нельзя увидеть. Но я отвечу на твою просьбу. Насколько я смогу, или смогу, посчитаю нужным. Стань здесь в расщелине скалы. Я проведу перед тобою мою славу. Оказывается, разговоры о славе вот здесь имеют огромное значение. Я переведу перед тобою мою славу, и ты увидишь ее со спины, но не в лицо. Моисей принимает, что дают. Спасибо Господи. Это Исход 33 глава. А я хочу спросить, вы знаете эту историю? Знаете, безусловно. Должны знать, если вы подробно читаете Библию. Видел ли Моисей славу Бога? Да. В лицо? Нет, со спины. Мы с вами получили то, что хотел получить Моисей. Ибо мы не себя проповедуем. Посмотрите, пожалуйста. Бог века сего ослепил умы людей, чтобы для них не воссиял свет благоествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Если Моисей видит со спины, то тот, кто видел Иисуса, видел славу Божью в лицо. Удивительнейшие вещи, которые есть в христианском богословии. Вспомните, пожалуйста, я не даю все тексты на экран, я беседую с вами. Вспомните просьбу, которую мы читаем в Евангелии от Иоанна. Кстати, кто ее задал? Покажи нам Отца и довольна для нас. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Это не значит, что ипостась Сына, то же самое, что ипостась Отца, если говорить о личностном различии. Они едины по природе, но лица отличны. Но явление одного лица дает возможность соприкоснуться с Божьей природой вообще. Поэтому Иисус может сказать, кто видел меня, видел Бога. Дорогие братья и сестры, мы все соответственны по образу и подобию Бога. Кто из вас готов дать объявление в газете, я не знаю, меридиан? Газета есть какая-то тут? Кто хочет увидеть Бога, приходите на плазу такую-то. Представьте, вы там стоите и представляете Бога. Кто из вас дерзнет дать такое объявление? Мы похожи на Бога, но кто из нас дерзнет сказать, что соприкасаясь с нами, люди соприкасаются с Богом? Христос это сделал. Единственный, кто мог сказать, видевший меня, видел Отца. Поэтому мы увидели славу Божью в лице Иисуса Христа. И этот Господь хочет прославить нас всех. Дорогие друзья, теперь переходим на церковь. Луки 17. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда он входил в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас! Иерусалим, увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Луки 17. Что же было дальше? А вот дальше я вам расскажу одну историю. Один пастор мне рассказал эту историю. Различного рода иностранные зарубежные организации прислали в эту страну помощь разного рода. Еда, одежда. Это, слава Господу, одни заботятся о других. Раздали по церквям. Ну, а потом, тот пастор, который руководил этими проектами по раздаче, попросил у церквей отчет. Это нормально. Фотографии, какую-то благодарность, чтобы выслать тем, кто это дал. Потому что благодарность порождает желание снова помогать людям. Любое благодарю, спасибо, оно открывает сердце для новых добрых дел. И он написал письма во все эти церкви, которые получили помощь. Потом все это собрал. Я эту историю знаю лично от него. Этот пастор поделился интересными наблюдениями. Когда он собрал все и распределил, выяснилось, что благодарственные письма за помощь прислало ровно, ровно 10% церквей из тех, что получили помощь. И в наши дни исполнилась история, о которой мы читаем. Продолжаем. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, говорил и пал ниц к ногам Иисуса. Благодаря его, это был самарянин. От кого меньше всего ожидали, тот и явил правильное поведение. Если подчеркнуть то, что этот был самарянин, кем были остальные? Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Сколько не поблагодарили? 90% История, которую я рассказал вам про христиан, 90% не поблагодарили. Можно читать Писание каждый день и остаться неблагодарным за то, что у тебя есть. Удивительно, как мы проживаем эти вещи в наши дни. Можем ли мы вернуть Богу? Нет. Воздать равным? Нет. Могут ли дети воздать равным родителям, которые не спали, простите, у их детской кроватки? Нет. Мы не требуем этого. Простое благодарю не перекрывает все остальные бессонные ночи. Мы просто рады, что ребенок растет в понимании того, что надо иметь благодарное сердце. Когда мы говорим о Божьей славе, то оказывается, что не увидел Моисей, увидели христиане. А вот это текст, где Иисус, явивший славу Божию, сталкивается с неблагодарностью людей. Почему остальные не возвратились? Что сделать? Так в чем же призвание наше? Как мы начали день сегодня? Что делали в течение дня? Было ли место ропоту? Или мы нашли время поблагодарить и прославить? Сегодня мы говорим о Боге, который сошел на землю, чтобы пригласить нас в свою славу. Но мы, еще не успев туда попасть, уже брали, но не благодарили. Я надеюсь, все меня понимают. Еще не успев подняться до небес, мы легко берем, но не говорим спасибо. Как будто так оно и должно быть. И вопрос полный недоумения. Как? Как вы не вернулись поблагодарить? Эта история есть в Библии. Это фреска. Фреска в православной церкви. Посчитайте, пожалуйста, прокаженных. В притче про дев хоть было 5 на 5, а здесь 90 на 10. Здесь драма усиливается. Там 50 на 50, а здесь 90 на 10. И вот смотрю я на вот эту картину и думаю, как мне надо прожить мою жизнь. Мы говорим о Боге, мы говорим о человеке. Причина сотворения человека. Мы начали в четверг с апологетики, защиты христианской веры. Я хочу сослаться сейчас на одного из апологетов. Второй век. Перенесемся во второй век. Иустин мученик. Мы знаем, что и злые ангелы установили законы, соответствующие их порочности. И в таких законах находят удовольствие люди, которые сделались подобными им. Но истинное слово, когда оно пришло, показало, что не все мнения и не все учения хороши. Но одни худы, а другие хороши. Оказывается, призванные быть похожими на Бога, стараются быть похожими не на Бога, а в данном случае на злые силы. Иустин мученик продолжает. Мы научены, что не напрасно Бог сотворил мир, но для человеческого рода. И, как я прежде сказал, Он услаждается теми, которые подражают в свойственных Ему добродетелях. И ненавидя тех, которые словом или делом предпочитают зло. К чему мы призваны? Так для чего был сотворен человек? Одна лекция в церкви. Размышления Божьих детей над планом реализации спасения и ожиданием встречи с Иисусом. Быть благодарным или нет. Можно благодарить просто так. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Знаете, открылись небеса, и Господь говорит, а за что ты мне говоришь спасибо? За компанию. Когда мы поем, когда мы молимся, мы можем конкретизировать. Спасибо тебе за. За мою жену. Я благодарен Богу за мою жену. Я благодарю Бога за церковь. Я благодарю Бога за Христа, за Библию, за друзей. Благодарю Бога за радость, за радость созерцать красоту творения. Сегодня у меня была эта возможность. За запах цветов. Когда вы последний раз благодарили Бога за запах цветов? Ведь надо признать, мы многие вещи принимаем, как само собой разумеющееся. Поблагодарю Бога за небо, за облака. Один пастор был в доме для умалишенных. Туда попал один человек, и попросили родственники посетить. Вот он пошел туда и увидел массу людей, у которых разум помутнился. Пастор увидел, поговорил с врачом, чтобы было что сказать родственникам. Но выйдя на улицу, первое, что он сделал, поблагодарил Бога за разум. Когда я последний раз благодарил Бога за разум? Великий грех, римлянам первая глава, за то, что они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог. Помните, все грехи, потому что разумом не пользовались правильно. Поблагодарим Бога за то, что мы есть друг у друга. Вот вариант ответа. Бог сотворил человек с тем, чтобы он познавал Бога. Любил и прославлял его. И через то вечно. Блаженство. Разве Христос не для этого приходил? Нагорная проповедь. Блаженство. Книга Откровения. Блаженство. Цель сотворения мира сделала человека счастливым в полном смысле этого слова. За пару дней до приезда в США я покупал фрукты в Кишиневе для моей мамы. Она знала, что я уезжаю надолго. Меня встретили прямо на рынке два выпускника нашего университета. Мы поприветствовались, узнали друг о друге, кто как живет. И они мне задали, пользуясь случаем, что встретили своего преподавателя, один вопрос. И я хочу задать его вам. Користи дифференция Дентрикувинтул Букурия Шиферичиря. Перевожу на русский. С какой надеждой Максим посмотрел на супругу. Чтобы узнать переводы раньше, чем все остальные. Какая разница между словом радость и счастье? Кондитерская фабрика в Молдове называется Букурия. Переводится радость. Почему? Съел конфету и радость прошла. А блаженство это навсегда. И я студентам сказал, жизнь состоит из маленьких радостей, но блаженство, счастье в полном смысле этого слова это больше, чем сиюминутная радость. Радость отворачиваясь спиной такую смерть приобретением назвать нельзя, потому что она перетекает потом в смерть вторую. Помните, есть смерть первая и вторая. Блаженок, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти. Апостол Павел знает о чем пишет. Он приглашает нас к этому сотрудничеству. Вот еще один текст. Это повеление. Я хочу закончить сегодняшний блок. У меня есть еще время повелением Библии. Возрастайте в благодати. Это приказ. Возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это приказ. Воздайте Ему славу. Ему слава и ныне, и в день вечный. Возрастание в благодати и познании возможно при изучении Библии, при посещении богослужений, при совместном размышлении над Писанием. Вы знаете, что сегодняшний вечер это исполнение Божьего приказа. Возрастайте в познании. В Библии есть удивительно интересные конструкции, богословские конструкции. Верить во Христа это верить в Отца. Отец и Сын это не два одинаковых лица, но один и едины по природе. Поэтому написано «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна 10.30. Я хочу вам предложить, дорогие братья и сестры, в заключение вот такое интересное наблюдение. Связь Иисуса с Отцом была настолько близкой, что Он ставил знак равенства между отношением человека к Нему самому и отношением человека к самому Богу. Человек свободен от веры в Иисуса до воплощения Христа, но он не свободен после воплощения. Поэтому появляются такие фразы «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Давайте посмотрим детальнее на этот список. «Я видел, вы любите фотографировать». Это тот случай. Знать Его, знать Иисуса, было то же самое, что знать Бога. Видеть и верить в Иисуса, то же самое, что видеть и верить Бога. Принять Его, то же самое, что принять Бога. Ненавидеть Его, то же самое, что ненавидеть Бога. Почитать Его, то же самое, что почитать Бога. А значит, любая религия, здесь мои переживания за иудеев и мусульман, любая религия, которая неправильно относится к Иисусу, теряет не только Иисуса, теряет Бога вообще. Нельзя построить отношения с сыном, минуя каких-то других отношений с отцом, равные наоборот. Нельзя построить отношения с отцом, минуя отношения с сыном. Они либо вместе идут, либо ты теряешь абсолютно все. Речь идет о каждом человеке. Я просто не ввожу сейчас в дискуссию Духа Святого, пока мы говорим об отце и сыне. Какие же тексты есть в Библии? Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует обо мне Отец, пославший меня. Не говорил ли я на днях, что у Мухаммеда нет свидетелей? Иисус свидетельствовать о себе, но если свидетельствующий о себе, это еще не все. Свидетельствует Писание, свидетельствует голос Отца. У Мухаммеда этого нет. Он хороший поэт. Но пока меня не убеждают аргументы мусульман, чтобы я согласился, что он пророк. Хороший поэт. Но он сам о себе свидетельствует. Свидетельство о сыне сильнее. Отец свидетельствует о сыне своем. Кто видел Иисуса? Видел самого Бога. Это Бог во плоти. Евангелие от Иоанна 12. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня». Евангелие от Иоанна 14.1. «Да не смущается сердце ваше, веруете в Бога, и в Меня веруете». Евангелие от Марка, 9 глава. «И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». А кто принимает Меня, кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. Принимая Иисуса, принимаем Отца, отвергая Иисуса. Надеяться на связь с Отцом не приходится. Недавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Эти вещи идут вместе. Есть ли это в церкви? Да, любим и Отца, и Сына. Кто любит родившего, любит и рожденного. Мы с вами можем перенести сейчас в текст Евангелия от Иоанна 5.22.23. Ту честь, которую мы воздаем Отцу, должны воздать и Сыну. Именно поэтому Отец весь суд передает Сыну. Посмотрите, пожалуйста. Кто не будет чтить Сына как Отца, тот не будет чтить и Отца, который его послал. Эти вещи взаимосвязаны. Итак, машина времени. Мы переносимся с вами во Второй век. Ириней Леонский, и это будет заключительная фраза для нашего вечера. Ириней Леонский, ученик ученика Иоаннова. Христос приходил, чтобы отпустить грехи. Заметьте, снова не Ему. Плюс идет, Он не приобретает. Он самодостаточен. Он пришел, чтобы имели мы. Я даю выборочно эту цитату. Отпуская грехи, Он исцелил человека и явно показал, кто Он. Ибо если никто не может отпускать грехи, кроме одного Бога, а Господь отпускал их и исцелял людей, то ясно, что Он был Слово Божье, сделавшееся Сыном человеческим. И от Отца получил власть отпускать грехи. И что Он есть человек и вместе Бог. Чтобы как человек Он сострадал нам, а как Бог милосердствовал о нас и отпускал нам долги наши, которыми мы должны Богу Творцу нашу. Дорогие братья и сестры, только через 250-300 лет закрепят в доктринальных документах Иисус Христос полнота Божества и полнота человечества в официальных документах. А это до Никейского собора. И я повторю мысль, которая прозвучала в четверг. Я закрываю сегодня блог трех лекций перед воскресеньем. Когда мусульмане говорят, это придумали потом, после Константина Великого. Константин Великий контролировал жизнь в церкови, и он придумал доктрину о триединстве, чтобы это устраивало всех. Многобожники хотели, чтобы богов было много, единобожники, иудеи, чтобы он был один, а триединство – это как бы вот вам и один, вот вам и много. Но до Константина церковь христианская не верила в божественность Христа. Это полный обман и незнание фактов. Ирини Леонский, всего лишь один из божьих детей до Никейского периода, который пишет, Христос и Бог, и человек. Он обрел плоть. Чтобы говорить с нами, глаза глазам, уста куста.